Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Господи Иисусе Христе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Так, мы с вами все проходим тему о семье. Мы с вами так хорошо, плотно ее проходим по порядку. Смотрю, сколько страничек осталось. Ну, конечно, не все подряд, но вот осталось 2,5 листочка. Так. Так, мы тут про такие грехи говоримся. Мы закончили в прошлый раз на чем? На том, что мы затронули тему семьи, именно священников и будущих священников. Предостережение, что будущий священник, то есть любой брат, мы не знаем, кто станет у нас или в другой какой церкви. Священникам. Так? Мы не знаем, да? Мужем он станет, монахом он станет, священником, старостой общины, президентом. Поэтому уж на всякий случай вы должны это знать и готовиться. И мы прочитали, такой есть канон, что если священник женится на разведенной, ну, будущий священник, имеется в виду, учится семинаристом, или там что было, артисткой, или еще, то он уже священником стать не может. Не может ни священником, и не уж тем более епископом он стать последующим не сможет. Понятно? То есть к священникам правила все, к их семье и к самим священникам, к их женам, детям, всегда чуть выше, чем обычные миряне. Миряне, то есть прихожане, которые не имеют никакого священного чина и в церкви какую должность не занимают. Вот. Это простые миряне, просто прихожане. Вот мы с вами прихожане, да? То есть у нас братья, они даже не чтецы, никто, а простые, мы все прихожане. Значит, мы миряне. Не мирские, а миряне. Вот. А к священникам совсем другие требования. Всегда смотрят на семью священников, на детей священников, на жен священников. Вот, может, если хотите, вы старше, почитайте книгу Юлии Сысоевой. Это жена, матушка Юлия, она жена Даниила Сысоева. Слышали? Был убит такой священник, ревностный священник, священник, который проповедует. Не каждый священник проповедует. Вот. И он был убит, потому что именно за дело проповеди. То есть он проповедовал, не нравилась его проповедь, и вот его убили. Он литературу издавал, книги. То есть такой был активный, активный христианин, проповедник. И вот его жена сейчас занимается издательством его книг в виде брошюры, сбор. И она сама писала книгу. И при том, что книгу она писала еще до туго, как погиб ее муж. То есть она тоже, несмотря на то, что матушки, как правило, там многодетные мамы все, она писала книгу. И там есть статья именно отдельной главы, интересной главы, где вот она описывает семья священника. Матушка. Как на нее смотрят, как прихожанки глядят на нее, в чем она пришла. Вот на сайте, на канале Угнатихначе есть начитанная эта книга. Я там кое-какие главы послушала. Никита начитывал. Все, вплоть до того, что вот, а в чем сегодня на службе была матушка, да? То есть внимательно смотрят. А как бы только она дорога, а вдруг она в шубе придет, то все. Как же она в шубе пришла? Тут какие-то сборы, помощь нуждающимся делают. А матушка в шубе ходит, да? То есть уже будет несостыковка. То есть за матушкой очень пристально следят, как она одета, как она себя ведет, как дети в храме стоят, как за ними очень внимательно следят другие прихожане. Поэтому, а вот уже начиная с замужества, священник должен думать, его жена будет матушкой, и о нем будут судить по его детям и по его матушке. Если матушка неревностная, ветреная, или у нее какая-то там работа неподходящая для матушки, то есть это уже нельзя такое. Ну и, конечно, если такие грехи к смерти творит, то тем более уже священник, священников даже могут, ну, священческие, он может не служить, я не знаю, как это правильно сказать, то есть он становится мирянином. То есть он христианин, ходит в храм, но он уже не священник. Если там запрещают служение, или там, ну, разные там формулировки существуют. Вот. И вот мы с вами прочитали. Вот еще одно место из Ветхого Завета. Слушай, отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Притчи 23-22. Мы об этом уже говорили, да? Что слушаться нужно родителей, а мать нужно не пренебрегать. То есть не отталкивать ее. Не... А что значит пренебрегать, Ирия? Как вот своими словами? Вот Поле непонятно слово пренебрегать, да, Поля? Ну, как-то холодно относиться, не обращать внимания на ее какие-то нужды или еще что-то такое. Да, вот. То есть пренебрегать, то есть вот не считать важным, да? Что это не важно. Вот говорят, ты пренебрегаешь тем-то, ты пренебрегаешь тем-то. То есть ты не считаешь это важным, не слушаешь этого, не вникаешь, то есть не относишься серьезно к этому. Так вот матерью нельзя пренебрегать, даже если она состарится. Мы об этом тоже говорили, да? То есть родители, когда состарятся, когда они уже в немощи и ждут помощи, прежде всего помощь должны оказывать близкие люди, и прежде всего это дети. Если есть дети, дети должны, обязаны ухаживать за своими даже очень престарелыми родителями. Даже если они себя в старости, может быть, плохо себя, так сказать, ведут. Бывает, что у них с памятью плохо, или еще что-то начинают забываться, чудить. И неважно, это родители, и нужно им помогать, и всяческую помощь, заботу оказывать. Ни в коем случае не бросать, не держать какие-то там 50-летние обиды у кого-то бывают, и не общаются с родителями, или еще этого нельзя. Нужно все равно помощь родителям оказать. «Проклят злословящий отца своего и матерь свою». Второзаконие 27.16. Представляете? «Проклят». То есть проклятие на том человеке. А мы в другом месте читали, что благословение на том, кто слушает своих родителей. А здесь написано «проклят, кто злословит». Представляете? То есть, с одной стороны, ты благословен, и там написано «будет долголетие тебе», да? В Сирахов мы читали «долголетие». Умножится твое благосостояние и так далее. Если ты почитаешь своих родителей, слушаешь их наставления, любишь, заботишься. А с другой стороны, ты будешь проклят, если ты злословишь. «Злословишь» – это что значит, Агния? Ну, обижаешь. Обижаешь, злословишь, Леонида. «Говоришь зло». «Говоришь зло», то есть говоришь злые слова. Значит, тот, кто ругается на своих родителей, ругается, да? Некоторые даже матерятся, то есть ругаться, то есть материться. То есть плохими, скверными словами в адрес своих родителей кто-то говорит. Есть таких и очень много, которые не боятся плохие слова на родителей говорить. Этого нельзя, какие бы родители у тебя не были, нельзя. И плохо говорят про своих родителей. А если где-то родители плохо поступили, мы не знаем, давно, а они берут и рассказывают этот плохой поступок, тоже нельзя этого делать. Это твои родители. «Побойся Бога, не злословь, не вспоминай, прости, помолись за них, но нельзя ничего худого на родителей говорить». Это родители, понимаете? Потому что будет проклятие на таком человеке. Видите, как страшно. А начинается-то все это ругательство и злословие с чего? С дерзости какой-то, оговорки, каких-то отдельных, даже сначала с интонации какой-то дерзкой. Начинают перечить родителям, еще как-то там говорить, да? В смысле? Или еще что-нибудь. И уже какое-то непослушание. А потом это все как снежный ком наворачивается и доходит до того, что начинают злословить. Поэтому в самом начале где-то хочется огрызнуться, да? Все, уже на этом себя остановите. Дальше будет только хуже. Остановите. Даже вот самая маленькая какая-то дерзкая интонация может за собой потянуть, потом дальше довести вас за злословие. Понятно? Нельзя. Это родители. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот добудет предан смерти. Левитам 29. Вот видите? Хам сын Ноя, показавший наготу отца своего, был наказан. То есть ты должен скрыть наготу, то есть скрыть какое-то, умолчать, прикрыть и помочь, чтобы избежать позора, а не наоборот выставлять позор своих родителей. Согласно Слову Божию, проклятые все матершинники, злословищее святое имя матери, пред которой мы в таком долгу, что если бы, как говорит мудрец, и пригоршни на огне готовили для матери своей еду, тогда еще ты ничего великого не воздал за нее, за ее родильные муки. Сирахов 7,29. То есть как сравнивают, что дети в таком долгу перед матерью, сколько ей приходится потрудиться для них. Вот если весь труд матери собрать, все родильные ее муки, вынашивания. Некоторые так тяжело беременность ходят. Вот все, особенно там в конце, не наклониться не могут, не спят там целый месяц уже все, спать не могут, на боку не могут. На спине задыхаются, живот большой, на животе никак не ляжешь, тут он как шарик, да, вворочаются. Я знаю сама сколько, которые спят в конце уже беременности, либо сидят, либо вот как-то на коленочках, либо не уснуть, ничего. И потом еще предстоят родильные муки, и постродовые всякие там разные осложнения, мучения, манипуляции. Вот сколько женщины приходится претерпеть. Просто об этом не рассказывают, это не принято рассказывать. Все думают, ой, да вот пошла, родила, и все нормально. С Тогусена. Да. С Тогусена. С Тогусена, да, пошла, родила, С Тогусена, там ничего. Да это потому что не рассказывают, не потому что там ничего. А когда напрямую начинаешь там разговаривать, они только потихонечку там расскажут, сколько мучений, сколько трудностей, сколько болей претерпели. Ну а всем же не расскажешь, что именно там было. Поэтому все думают, да вот родила, вот все там уже и дальше. Нет, столько трудностей. И как говорится, что зародильные ее муки, вот сейчас мы прочитали, если даже ты для нее будешь в ладошке своей еду готовить на огне, не в кастрюльке и сковородке, а в своей руке на огне держать. Ну это как аллегорические сравнения, да, не надо специально взять и на огонь руку свою толкать. То даже тогда ты не сможешь ей полностью оплатить те все ее страдания и муки, если ты для нее еду в ладошке готовить будешь на огне. Представляете, сколько женщине приходится претерпеть ради детей. Поэтому ценить своих родителей нужно, благодарными быть к матери. А что, как сатана, что сделал? Сатана всегда делает все наоборот. Наоборот, вот если церковь учит так, сатана переворачивает все наизнанку и учит по-другому, противоположенно, и в голову вбивает. А сатана что сделал? А то, что все матерки, матершинницы, даже матершинница, матерь, видите, они все по матери. То есть слово мать там используется, понимаете, мать, мама. Используется в этих матерках корень вот этот вот. Представляете, как сатана перевернул, что ругательство, имя матери, которое нужно освещать, которое нужно благоговейно относиться к этому слову. А сатана сделал, что этим словом ругаются. И тут же всякие там слова нехорошие и так далее добавляются к этому. Поэтому очень страшно. Дай Бог, чтобы вы даже не слышали этих матерков в своей жизни. Но если где-то услышите, просто вы ничего не можете сделать с этим человеком. Просто отойдите. Вы, дети, отойдите. Если где-то матерятся, ну, может быть, приехали, там есть где-то родственники. Или соседи подошли, они матерятся, какая-то беседа. Отойдите. Даже не слушай, чтобы даже в ваши уши эта гадость не входила. Это страшная гадость. Ученые доказали. Я давно-давно статью читала о Алтайской правде, прям на весь разворот. Мне хотела Любовь Николаевна давала почитать, в Алтайской, по-моему, правде. Написано, ученые согласились со священниками впервые. Священники это по Библии, по духовно-нравственному говорили. Какой это грех, да? Матершина вот это, ругательство. А ученые делали исследования. А как ученые, какие исследования делают? Они наблюдения, за счет наблюдения. Молитва бес называется. Мониторят ситуацию. И что они? Ну, ученые не верят ни в бесов, ни в молитву. А ученые что они делают? Они исследуют, они ставят приборы, наблюдают, химический анализ делают, физические там какие-то параметры снимают. И они смотрели на растения, на животных. И смотрели, что в присутствии матерков, в присутствии ругательств, даже там какой-то биохимический, биофизиологический, генетический даже происходят изменения в живой клетке. Представляете? Живая клетка, вот какие-то мутации в ней происходят. Заряд там, молекул какой-то менялся, какое-то биополе замеряли. Я сейчас вот точно сказать не могу. Огромная статья, прям на весь разворот. Там все описано, какие опыты ставили на растениях, на животных, на клетках, на одноклеточных. Именно когда вот какая-то волна идет, когда идет матерок, вот какая-то волна, которая перезаряжает живой организм, перезапускает там систему, вплоть до того, что болезни начинаются там, поломки генетические, мутации и вот что-то в этом роде. Да, поняли, о чем речь? То есть ученые на этом уровне доказали, а священники-то по-другому. Но смысл-то один, что матерки – это очень плохо, это страшно. Это не просто какие-то слова «вылетели и вот улетели, и ничего, нигде ничего не поменялось». Даже близко, рядом с матершинником находиться, он матерится, вот это испускает, вот это вот, ну как ученые говорят, там биополе, да, какое-то заряд другое идет, находиться даже рядом. Вы, дети, вы не сможете его ни переубедить, ни ничего, но отойти и не слушать, даже не присутствовать рядом с матершинником вы можете. Никогда не стойте, не слушайте, тем более не хихикайте. И уж тем более никогда не повторяйте, ни при каких обстоятельствах, не повторяйте. «Уберегите свой рот, свой язык от этой гадости». Понятно? Некоторые песни поют, включают, мол, это такая изюминка у них, там, включительные матершинные слова или еще что-то. Это все равно гадость. Это нельзя, даже там для рифмы или для красоты словца нельзя, ни в коем случае. Вы, христиане, не используйте, не повторяйте. Вот, матершинники, злословящие и так далее, да? А, еще хотела сказать, как сатана все переворачивает в обратную сторону. Вот мы с вами изучили, муж – глава, муж – прав, муж – как властелин над своей женой. Жена должна быть, находиться в подчинении. Жена, она не рабыня у него, да, рабыня. Она у него кто? Помощница. Она ему помощница. Она у него не в рабстве находится, она должна быть ему помощницей. То есть, что муж делает, жена помогает. Нехорошо человеку быть одному. Жена должна быть помощницей, послушанием у мужа быть. И дальше что? Как сатана потрудился, что он сделал? И вот садится человек, ну, в семье, кого первого нужно накормить? Папу. Правильно. Отца. Первую тарелку налить ему, самую вкуснятину положить ему. Он отец, он глава семьи, он ему работать, он труженик. Естественно, не значит, что другие за счет этого должны голодать. Нет. Но этим самым показать почет, что первая тарелочка ему, ему добавочка. С нему поближе вкуснятину поставить. Всех нужно накормить, но уважение к отцу. Как раньше всегда столы большие, во главе стола кто садился? Отец. Отец читает молитву, молятся. Пока отец не поел, не встал, другие все сидят, все вместе, да? То есть дружно, чинно, с почтением. Этим самым показываем почтение. Еще раз говорю, это не значит, что он ест, а другие голодают. Все едят, все едят до сыта. Но сам факт, что отец сидит во главе угла, он, пока отец раньше как был, не начнет, есть, другие тоже сидят, ждут. Не так, что уже быстренько все расхватали. То есть отец, глава семьи. На втором месте кто? По почитанию. Старший сын, он мужчина. Конечно, мама без спор. Но если сыновьев нет, то это уже другая история. Отец, все, он глава. А вторая уже помощница, жена. Что произошло? Наоборот, что особенно в советское время у нас, что нас ожидали? Как учили? Девочек нельзя обижать. Девочек нужно вперед пропускать. Девочкам надо уступать. И это настолько намертво в голову везде врезалось всем, что девочка, вот девочка, а мальчик, ты там где-то за углом стой. Кого первых, например, где-то в школах, в лагерях мирских, там всегда девочек вперед. Везде девочка, девочкам почет заменил. Это сатана так сделал. Везде девочка, девочка, девочка. Ну-ка уступи девочку. И даже пригрозят на нее, и все, он стоит, как побитый щенок. Девочку не пропустил. И себя виновным уже считает. А какой он виновный? Он мальчик. Он муж будущий. Он глава семьи будущей. А его затюкали с детства. Что он всегда на вторых, на третьих ролях. Он должен девочек пропускать, девочек не обижать девочек. Ну, обижать девочек однозначно нельзя. Ну, просто девочка впереди планеты всей. Все. И девочка это вырастает. Она понятия не имеет уже, что нужно где-то кого-то слушаться, подчинять. Тем более мальчику, который всегда где-то там вот побитый щенок. Который все время должен этих девочек пропускать, уступать. Самая лучшая девочка. Она же девочка. Девочке нужно дарить цветы. Девочке лучшие подарки. Девочка первая за стол. Девочка поела, а я потерплю. Потому что она же девочка. Она слабое создание. Вот как все. На чем мы аргументировали. Она слаба. Действительно. Женщина слабый, немощный сосуд. Которому нужно заботиться и любить его. И не быть к нему суровыми. Но все вот так сделали, что девочка теперь все. Вырастает потом женщина из этой девочки. И ей только уступать. И она самое главное становится. Перевертыш получился. Поняли? Вот об эти перевертыши, которые прошли именно в годы советской власти. В годы, когда церковь находилась в гонениях, в притеснениях. Когда о Боге не учить, не говорить нельзя было. Запрещали. Ни в коем случае. Даже ревностные, которые там были, баптисты. И если они водили в свои приходы детей. Вот была одна женщина. Она вот, допустим, как я сейчас с вами. Собрала детей и вела с ними в воскресную школу. Ее в тюрьму на 8 лет посадили. 8 лет. Убийцам не всегда 8 лет дают. Убийцам. А тогда могли посадить 8 лет. Представляете? За то, что занятия вела с детьми. Детей запретили в храмы водить. Ну, в их храмы там. Они сектанты. У них церковь не истинная. Ну, посмотрите, какую они ревность проявляли. Позеваем, ротик закрываем. Вот такая была ревность, чтобы детям рассказать. Их детей научить. Понятно? Не потому ли такие злые нынче дети, что они и во сне, и наяву все время поют песню? Была такая в советское время песня. У меня братишки нет, у меня сестренки нет. И сам того не знаю. Он воспитывается один эгоистом и мстит за своих братишек и сестренок, которые не родились. То есть дети стали рождаться по одному. Ну, говорили, идеальная семья там два максимума. И все. Вот вы все, вот все здесь присутствующие, ну, кроме Вари, Вари все впереди. Все из многодетных семей. То есть вы этого не знаете. А когда дети воспитаны в одиночку, все для них, ребеночек один, все ему вырастает эгоистом. Он совсем по-другому мыслит. Он даже того сам не желает, он понимает, что все для него. У него есть две бабушки, он у них единственный внук. Я вот знаю таких там. Вот один внук на две бабушки. И все-то уж ему. Ой, нам надо его в школу собирать. И все шесть человек, то есть бабушка с дедушкой, бабушка с дедушкой, родители. Все его содержат, все ему там самое сладкое, вкусное покупают. Ни в чем ограничений не знает. Что, Парина, хотела сказать? У меня тоже есть подруга, она тоже одна. Одна в семье, да? И нету больше ребятишек, да? Ну, бывают такие ситуации, когда нету детей по каким-то там причинам. Ну, просто это не очень хорошо, когда ребенок растет один. Это хорошо, что вообще, допустим, бывают семьи, где вообще нет детей. Тогда лучше, чтобы хотя бы один был, да? Это и для родителей хорошо все. Но когда вообще нет, и один, и один это лучше. Но один это плохо, потому что два это лучше, чем один, да? Два ребенка. А три еще. А три еще лучше. Тут уже совсем другое воспитание. И достается и поработать всем, и позаботиться. Старший заботится о младших. Как ни крутив, какая бы семья ни была, все равно старшим, приходится какую-то заботу проявлять. Где-то, может быть, оставаться с ними, помогать, как Ксюша маленькая была, все, Леру взяла. Я буду памперс приносить, все, памперс буду приносить. Я буду сосочку подавать. Уже все готовилась помощница, сосочку подавать и памперс подносить. Подносить чистый памперс, уносить нет. Уносить не собираюсь, да? А вот подносить чистенький принесу. И все, какую-то помощь маме оказывать. Уже с детства привыкают помогать, заботиться, ухаживать. Это очень хорошо. Не будет вот этого эгоистичного состояния внутри. Так. Если родители не оказывают должного попечения о своих детях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, то души детей будут взысканы от рук их. Симеон, новый богослов. Что значит души детей будут взысканы? То есть с них спросится, на страшном суде спросит Господь, где твои дети? Занимался ли ты с ними? Вкладывал ли ты в них доброе? Внушение добрых правил. Понятно? Вот родители в вас вкладывают доброе? Или учат худому? Вкладывают доброе. Правильно. Потому что это их обязанность. Мы еще раз вспомним слова Иоанна Златоуста, что родители, которые не учат боговедению, хуже убийц. Хуже убийц. Боговедению. То есть христианство не учат, если к Богу не приводят, ко Христу не приводят, чтобы дети росли, знали Господа, приняли Его как собственного спасителя. И все, у нас одна страничка осталась на одно занятие. В следующий раз мы закончим. Пойдем тепеть, начали уже. Потихонечку заходим, не думаем. Пойдем тепло. 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 Господь, долго терпели бы много милости, не до конца прогневается, не живет враждует, не по беззакониям нашим сотворил весном, не же по грехам нашим воздал весном. Я, какого сядь и небес нет земли, лучше вернуть Господь милость свою на боящихся его.